Всем привет! Меня зовут Полина, и это видео, которое вы все так долго ждали. Сегодня мы с вами будем говорить о том, сколько же тратит студент за месяц. Но для начала, если вдруг вы здесь впервые, то добро пожаловать! На этом канале я делюсь своими университетскими студенческими буднями, рассказываю о жизни в общаге, учёбе в этмонопрограммиста и развитию и построению карьеры в IT. Так что обязательно подписывайтесь, если вы ещё этого не сделали, и ставьте палец вверх, если ждали это видео. А теперь к теме. Самый важный момент, который вы должны понимать, говоря сейчас со мной о деньгах и о месячных тратах, это то, что нельзя ориентироваться на опыт только одного человека, во-первых, а во-вторых, в принципе, на опыт каких-то людей, потому что траты очень сильно зависят от вашего образа жизни. Будьте критичны ко всему, совершенно не факт, что вы будете тратить столько же, но мы сегодня поговорим о таких самых важных, таких достаточно общих тратах, которые у вас точно будут, и примерные цифры вы всё равно сможете понимать для себя. Также, чтобы сделать это видео ещё интереснее и не рассматривать вопрос только с одной стороны, я решила позвать сюда моих друзей и спросить их о том, сколько тратят они. Я уверена, что у нас у всех цифры будут отличаться, но вам это поможет нарисовать более полную картину в голове и проанализировать траты нескольких людей, не опираться на опыт только одного человека. Ну, а теперь можно начинать. Во-первых, несколько вводных обо мне. Я переехала в Петербург из Перми, заселилась в общагу, живу в общаге университета Итмо. Я веду очень активный образ жизни, то есть я не так уж и много времени провожу в общаге, я люблю выезжать в центр, соответственно, есть где-то в центре в каких-то кафе. И, во-вторых, я обожаю кофе, поэтому я часто сижу где-нибудь, работаю в кофейне, соответственно, беру кофе, какую-нибудь выпечку. При этом я также люблю готовить, и я люблю готовить себе разнообразные блюда, разнообразные завтраки. Вы могли это видеть по моим видео. Начнем мы с трат на жилье. Так как я живу в общаге университета Итмо, на нее я трачу 1810 рублей в месяц. Эта цена росла, сейчас я на третьем курсе. Когда я заезжала сюда, по-моему, было 1300, то есть она так достаточно сильно возрастает с каждым годом на 500 рублей, на 300 рублей, вот как-то так. При этом в разных общагах Итмо тоже разная стоимость на жилье. В МСГ, в общем студенческом городке, стоимость от 3500, по-моему, и выше. Ну, а в других каких-то общагах и неэтмошных, например, могут быть цены и по 500 рублей в месяц. Но все же ориентироваться, я думаю, можно на 2000, может быть, в среднем, на 1500 в среднем за общагу. Также то, что связано с тратами на общагу, это прачечная. У нас здесь есть прачечная, она с недавнего времени стала платной. Одна стирка стоит 100 рублей, также есть сушка, которая стоит 80 рублей. Я не использую сушку, потому что у меня есть своя сушилка, я могу просто повесить вещи и высушить их. Но я использую стирку примерно 4 раза в месяц, то есть выходит еще 400 рублей на стирку. Я жила в съемной квартире вместе с подругой на начальных курсах, первом и втором, поэтому я не знаю, как сейчас обстоит ситуация с ценами на рынке недвижимости, но в 2018 и 2019 году точно могу сказать, что если в Питере хочется снимать классную квартиру в центре, близко к метро, минут 10, и чтобы до, не знаю, вот центра материкового, там до Садовой, Синой, с Паской, не знаю, было ехать недолго, то цена должна быть в новом доме около 40-50 тысяч, то есть если снимаешь с кем-то, то 20-25 тысяч на человека. Вот, сейчас я не знаю. Это получается евро-двушка или однокомнатная квартира. Конечно, можно снимать дешевле на конечных станциях, потому что в спальных районах, в Девяткино, на Парнасе, много квартир с той же площадью дешевле, можно найти за 25-30 тысяч в целом, ну, то есть за 1015 на человека. Далее проезд. В Петербурге есть проездной для студентов. Проездной на все виды транспорта стоит 1205 рублей. Стоимость, конечно же, тоже выросла по сравнению с тем, как я только переехала в Петербург, она растет каждый год. И это метро плюс наземный транспорт. Количество поездок на нем ограничено, но при этом я езжу вообще как будто бы у меня без лимит, то есть я вообще никак не считаю поездки, они у меня ни разу в жизни не заканчивались. Также можно купить проездной только на метро, он стоит 680 рублей. Если вы живете в центре или рядом с метро и не пользуетесь наземным транспортом, то вполне себе вам подойдет. Многие мои знакомые покупают себе только его. Раньше у нас в университете, кстати, были бесплатные самокаты для передвижения между университетскими корпусами и для передвижения от метро до общаги, так как от метро до общаги тоже нужно ехать на транспорте. Но сейчас эти самокаты отменили. Почему-то в этом году мы с ними не сотрудничаем, но раньше можно было ездить и на них. Следующая категория — продукты. Здесь я трачу от 4200 рублей до 8100 рублей. Это минимум и максимум, которые я тратила на продукты, наверное, за последние два года. За первый курс у меня не сохранились данные, но примерно где-то, может быть, 4-5 тысяч на первом курсе было. Не знаю, от чего зависит. Я думаю ещё, что цены подросли за последние полгода, что я стала тратить на продукты больше. Еда в супермаркетах варьируется, наверное, от 4 до 8-9 тысяч. Ну, в среднем за продукты в месяц у меня выходит в районе 20-22 тысяч примерно, если смотреть по скользящей средней за 6 последних месяцев, естественно. Ну, например, в этом месяце у меня вышло вообще меньше 20 тысяч. Ну, конечно, месяц не закончился, сегодня 29 июня. Ну, вот, 20 тысяч. Я тебя обманул. А вот, я не ту таблицу посмотрел. Это мои траты месячные просто. Да, но слава богу, я сейчас увидел, что наел я не более чем на 8 тысяч в этом месяце. Слава богу. Собственно, в среднем в месяц за продукт у меня выходит 6 тысяч рублей в этом месяце вышло, например, 7 с половиной. Вот шестёрка стабильна. Когда я уезжаю на праздники домой, выходит значительно меньше, потому что я кушаю за счёт родителей в основном там. Моя любимая категория — это еда вне дома. Здесь за месяц я могу потратить от 5 тысяч рублей до 12 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которую я тратила. Это могут быть походы в кофейне, обеды обыкновенные во время рабочего дня, могут быть встречи с друзьями где-то в ресторанах на верандах или какая-то еда с собой, вот что-то подобное, напитки с собой сюда тоже всё входит. Как-то так. При этом обеды, на обеды я в среднем раньше тратила 200 рублей на первом курсе точно. Сейчас цены на обеды конкретно подросли. Мой любимый цех, куда я ходила есть, раньше обед стоил 215 рублей, в нём сейчас 280 рублей. То есть это прям существенно так возросла цена. Ну, соответственно, везде примерно сейчас цены выросли. И если для меня в среднем раньше была цена 200 рублей за обед, 250, то сейчас я могу потратить 300-400 рублей. Как-то в моей голове это будет, ну, более-менее от 300 до 400. Это такая уже сейчас для меня средняя цена, вот так вот пообедать в центре. Еда — это моя основная часть расходов. И супермаркеты, и еда вне дома. И я заметила, что чем больше я встречаюсь с людьми, и чем активнее я живу в Питере, тем, конечно же, больше я трачу на еду в кофейнях. Потому что на первых-вторых курсах, когда я мало с кем куда-то ходила и просто там покупала кофе с собой, я могла в месяц на кофейне потратить, ну, тысяч, тысяч пять, наверное, не больше. Сейчас, когда в день ты можешь встретиться с тремя разными людьми, и со всеми это будет встреча в кофейне, а не просто прогулка, то это может доходить до тысяч пятнадцати. Когда приходится ездить на учебу, есть — хочется всегда. Думать не хочется, есть — хочется очень сильно. Поэтому всегда, когда я выезжаю из дома, я иду куда-то есть. Но стараюсь делать это меньше, тем не менее. В среднем у меня выходит в месяц три тысячи рублей. Да, у меня выходит три тысячи рублей за последние полгода в среднем. Вот когда в апреле, например, я ездил с Полиной в Москву, у меня вышло больше семи тысяч, я сейчас вижу. Но в среднем три, в среднем три. А в этом, на удивление, я вообще дома сижу, и у меня тысяча рублей вышло вот так вот. Такие колебания огромные. Последняя категория — это другое. В категорию «другое» входит у меня одежда, обувь, врачи, развлечения, какие-то подарки для друзей. То есть это категория, в которой траты могут доходить до бесконечности. Она никак не контролируется, потому что какую-то одежду я могу купить раз в месяц какую-то вещь, но даже эта вещь может очень сильно повлиять на среднюю сумму трат за месяц. Или же, если вдруг мне понадобилось пойти к врачам, там тоже эта цифра за месяц очень резко взлетает. Сходил к врачу, потом тебя еще снова назначили туда идти, и пошло-поехало реально до бесконечности. Развлечения — тоже очень плавающая цифра. Я не планирую себе никогда заранее, как я буду развлекаться в этом месяце. Но развлечения — это какие-то походы в кино, в музеи, может быть, на кораблике покататься. Это не так часто случается, не так регулярно, поэтому это сложно как-то регулировать и планировать. Поэтому про категорию «другое» я даже не вижу смысла говорить. У всех она здесь точно будет разной. Из таких регулярных трат у меня, наверное, только занятия спортом. Это на что я трачу точно каждый месяц. И если покупать абонемент на спортзал в Питере, это можно сделать на полгода за 5-20 тысяч где-то. И если идти на частные занятия, не знаю, танцы или зумба, или что-то такое, то это может быть в районе ещё 4 тысяч в месяц. Ну, потому что это уже занятие с конкретным тренером, он сам занимается там арендой помещений и всё такое. Да, поэтому траты только на спорт. Ну и какие-то случайные траты на одежду, билеты, я думаю, просто там достигают тысяч... Могут достигнуть, точнее, тысяч 5-10 в месяц, но это далеко не каждый месяц в году. И просто неплохо эти деньги иметь как свою финансовую подушку, если захочется потратить на что-то очень нужное в конкретном месяце. У тебя, кстати, нет никакой отдельной графы под развлечение? Нет, на развлечение нет. Это скорее спонтанно происходит, когда там кто-то куда-то зовёт. И всё равно, мне кажется, что в Питере развлечение — это не такая прямо серьёзная трата. То есть, если там к ним отнести, не знаю, на сапах покататься, то это будет сколько? Две тысячи, наверное. Вот. И поэтому у меня вообще такой графы отдельно нет. Просто если что-то происходит, это там может быть, ну, плюс, не знаю, вот две, три, четыре, пять тысяч в месяц на какое-то развлечение. Вот я, кстати, очень интересный момент посчитал. Оплаты подарков друзьям на всякие дни рождения или просто такие подарки. В среднем у меня выходит полторы тысячи в месяц. Это не мало, я считаю, если стабильно. Каждый месяц по полторы штуки отваливать. Вот в этом я отвалил три. Вот так вот. Что ещё? Конечно же, походы в бары. И походы там можно сюда же в кинотеатры, там в театр, но в основном у меня это в бары. Процентов на восемьдесят пять. В среднем выходит чуть больше двух тысяч, потому что я не так часто куда-то хожу. Ну, вот, например, год назад в июне у меня вышло почти восемь тысяч походы в бары, а в этом июне всего лишь две тысячи. Вот. В целом за месяц у меня никогда не выходит даже примерно одна и та же сумма, потому что категория «другое» очень может сильно плавать. Но я бы сказала, что у меня выходит сорок тысяч рублей в среднем за месяца. При этом нет такого, что у меня несколько месяцев подряд выходит сорок. У меня может выходить меньше, тридцать с чем-то, при этом может выходить намного больше, просто до бесконечности, из-за того, что я иду к каким-то врачам, какую-то покупаю, какие-то вещи важные, дорогие, и так далее. Так что конкретную сумму сказать сложно. Я пыталась планировать какую-то цифру для тебя, придумать, в которую буду укладываться, но при этом очень часто встречаются такие неожиданные траты. Сейчас я бы сказала, что у меня траты без учета жилья в среднем тысяч сорок, но во времена моего начала учебы, ну, то есть сейчас я на четвертом курсе, а в начале учебы у меня это было тысяч двадцать в месяц, тоже без учета жилья, просто из-за того, что я реже куда-то ходила, меньше было мероприятий, встреч с людьми, и меньше было каких-то желаний своих личных. Ну, собственно, выходит у меня двадцать тире двадцать две тысячи в среднем. В этом месяце вышло меньше двадцатки, восемнадцать тысяч, но месяц еще не подошел к концу. И еще то, на что я трачу регулярно, но все же реже, чем раз в месяц, это билет домой. Домой я езжу, ну, наверное, проведены раз в полгода, а может быть, два раза в полгода, по-разному. При этом билеты домой это пять-десять тысяч рублей. Ну, и, возможно, какие-то путешествия тоже до Москвы хотя бы съездить, это тоже траты бывают. И я стараюсь устраивать для себя, конечно же, такие путешествия, потому что это очень важно для морального состояния, для психологического, отдохнуть, развеяться, сменить обстановку, тоже все очень классно, поэтому я тоже стараюсь путешествовать, хоть и не так уж часто это делаю. Хочется добавить такую мысль, что, мне кажется, не нужно бояться того, что траты с течением времени, они растут, потому что, помимо всей инфляции, обстановки в стране, в странах, на это очень сильно влияет ваш уровень желаний развития, ваш уровень энергии, поэтому, если в какие-то периоды жизни вам хочется больше с кем-то встречаться и развлекаться, то вас не должно пугать, что на это действительно будет уходить чуть-чуть больше денег, чем это было бы, если вы просто сидите дома и учитесь, и в течение учебных периодов, вот там, студенчество в другом городе, это все идет волнами, поэтому, мне кажется, что, да, не нужно сильно так переживать, если ваши траты меняются в разные стороны, неожиданно для вас. Ну, вот и все. Теперь вы знаете, сколько денег нужно студентам в Петербурге, и примерно понимаете, я надеюсь, на что вам рассчитывать при переезде. Пишите обязательно, было ли вам это полезно, было ли вам интересно послушать об этих цифрах. Можете поделиться тем, сколько тратите вы, если вы тоже студент в Петербурге, или же, если вы студент не в Петербурге, мне лично будет очень интересно посчитать, сколько у вас выходит в среднем за месяц, или по каким-то вот таким категориям, сколько у вас выходит за месяц. Обязательно напишите город, чтобы можно было сравнить. Я знаю, что в Москве очень дешевый проезд по сравнению с Петербургом. Ну, а я на этом буду заканчивать. Не забывайте подписываться на этот канал и все мои соцсети, поставить палец вверх ребятам за то, что они согласились сняться со мной в этом видео и мне, за то, что я все же сняла его и ответила, надеюсь, на все ваши вопросы. Спасибо большое за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok